В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. В Ненецком округе остается 29 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Утром 28 апреля бортом санитарной авиации в Наринмар транспортированы 5 пациентов с УПН Варандейское. Из аэропорта они доставлены в реанимационное отделение Ненецкой окружной больницы, перепрофилированное под прием пациентов с COVID-19. 28 апреля поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники одного из самых важных и оперативных медицинских подразделений. Те, кто всегда на передовой и в любое время суток готовы мчать туда, где нуждаются в помощи. Врачи, фельдшеры, водители и диспетчеры так называемой неотложки. В преддверии 9 мая телеканал «Север» продолжает рассказывать о героях-земляках. Талантливый руководитель, отважный моряк, орденоносец и любимец детворе. Таким запомнили Михаила Рокина, жителя Харивера. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. И вначале актуальная информация об эпидемиологической обстановке. За последние сутки в регионах России выявлено более 6 тысяч лучев заболевания COVID-19. Таким образом увеличилось общее количество заболевших – 93,5 тысячи. За это время пандемией от коронавируса скончались порядка 867 человек. Только за последние сутки 72. В Ненецком округе по состоянию на 17 часов 28 апреля остается зарегистрированным 29 случаев заболевания COVID-19. Сегодня утром бортом санитарной авиации в Наринмар транспортированы 5 пациентов с УПН «Варандейская». Из аэропорта они доставлены в реанимационное отделение Ненецкой окружной больницы, перепрофилированное под прием пациентов с коронавирусной инфекцией. В настоящее время пациентам оказывается необходимая помощь. Препараты для оказания этиотропной терапии как тяжелым больным, так и средне-тяжелой степени в настоящее время имеются. Да, их недостаточно, но у нас буквально на днях поступает большое количество препаратов для лечения пациентов легкой и средней степени тяжести. Уточню, что для пациентов тяжелой степени препаратов у нас в достаточном количестве. Добавлю, вылетавшие за больными пациентами медики и экипаж борта санитарной авиации были полностью экипированы в противоэпидемические костюмы и снабжены средствами индивидуальной защиты. Из аэропорта Наринмара в Ненецкую окружную больницу пациенты были доставлены на двух машинах санитарной авиации. Медики и водители были также одеты в противоэпидемические костюмы. Транспортные средства после доставки пациентов в Ненецкую окружную больницу были обработаны дезинфицирующими средствами. Лечение еще 23 пациентов проходит непосредственно на Варандее, без вывоза в Наринмар. Для этих целей там перепрофилированы здания общежитий. Одно под обсерватор, другое под лечебный корпус, третье под так называемую чистую зону. Кроме того, силами компании-недропользователя усиливается состав медиков, находящихся на промплощадке. В ближайшие дни туда будут доставлены врач скорой помощи и фельдшер. Накануне на промплощадку был доставлен врач-реаниматолог медицинской организации, обслуживающий компанию-недропользователя и рентгенаппарат. Кроме того, бортом Сусинска на Варандее доставлено оборудование, медикаменты и средства индивидуальной защиты. Временно исполняющий обязанности губернатора Ненинского округа Юрий Бездудный провел рабочее совещание, в ходе которого были рассмотрены вопросы формирования окружного бюджета и исполнения расходных обязательств в условиях существенного сокращения объема налоговых поступлений в бюджет региона. В мероприятии, которое прошло в администрации округа, приняли участие заместители главы региона, руководители органов исполнительной власти Ненинского округа, депутаты окружного законодательного собрания. Вы все люди очень грамотные, следите за ценами на нефть и видите, в каком положении, в какой ситуации в целом оказалась мировая экономика, а экономика России – это часть мировой экономики, и нас тоже это зацепило. На сегодняшний момент у нас цены на нефть марки «Юрлс», той марки, которая добывается у нас в регионе, менее 10 долларов. На прошлой неделе ситуация была еще хуже, нефть вообще ничего не стоила, просто ничего не стоила. Сейчас она чуть меньше 10 долларов, а бюджет у нас рассчитан, параметры бюджета 57 долларов за баррель. Глава региона проинформировал участников совещания о том, что на протяжении всей предыдущей недели он проводил переговоры с руководством нефтяных компаний, которые ведут производственную деятельность на территории региона и являются основными налогоплательщиками в окружной бюджет. В ходе переговоров шла речь о прогнозной оценке ущерба, который нанесет региональной экономике мировой кризис на рынке углеводородов. По словам Юрия Бездудного, существенное снижение цен на нефть в совокупности с падением рыночного спроса на энергоносители окажет негативное влияние на формирование доходной базы бюджета Ненецкого округа. Вы знаете, что Россия присоединилась с соглашением ОПЕК+, и сокращает на 12 миллионов баррелей в сутки добычу нефти. Но, разумеется, те компании, которые у нас добывают, они тоже сокращают. И с 1 мая компании, помимо того, что нефть и так низкая цена на нефть, они сокращают добычу нефти. Юрий Бездудный добавил, что окружной бюджет на текущий год сверстан с дефицитом 3 миллиарда 200 миллионов рублей. При этом объем расходных обязательств составляет порядка 20 миллиардов при доходах, рассчитанных в объеме 17 миллиардов рублей. Глава региона отметил также, что снижение доходов связано не только с падением цены на нефть и снижением объемов добычи углеводородов. На формирование доходной части окружного бюджета влияют и принимаемые на уровне государства меры по отсрочке налоговых платежей в связи с пандемией коронавируса. Совершенно понятно, что за всеми нами стоят люди, живые люди, жители округа. И мы обязаны платить зарплату, мы обязаны выполнять все социальные обязательства. Но сегодня ситуация такова, что эти обязательства в какой-то момент мы не сможем выполнять. Поэтому, по мнению главы региона, необходимо отказаться от наращивания новых социальных инициатив и расходных обязательств, а также грамотно проанализировать статьи расходных обязательств окружного бюджета по всем направлениям, которые курируют профильные ведомства, с тем, чтобы оптимизировать финансовую составляющую региона в данных условиях. Это не значит, что мы не будем выполнять сегодня обязательства. Безусловно, все национальные проекты, которые мы ведем, мы будем выполнять. Зарплаты людям будем платить, но сократить все расходы максимально. Что касается еще одного вызова, который принял регион, речь идет о пандемии коронавируса. В этом отношении округ рассчитывает выполнить все взятые на себя обязательства. И здесь все, что связано с расходами по лечению людей, по приобретению оборудования, то есть это единственное исключение, когда мы будем по-прежнему тратить, покупать медикаменты, закупать оборудование, только то, что связано с эпидемией коронавируса. Уже в ближайшее время органы власти разработают оптимальный сценарий дальнейших действий с учетом интересов жителей округа. Иван Никонов, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». 28 апреля поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники одного из самых важных и оперативных медицинских подразделений. Те, кто всегда на передовой и в любое время суток готовы мчать туда, где нуждаются в помощи. Врачи, фельдшеры, водители и диспетчеры, так называемые неотложки. Алина Ваучейская продолжит. Фонендоскоп и папка в руках, в голове колоссальный багаж знаний по оказанию неотложной помощи. Отправляясь на вызов, врач должен быть полностью готов к любому повороту событий. Елена Кобылина в отделении скорой помощи с 1996 года. Впрочем, еще в детстве она знала, что будет лечить людей. Примером стала ее мама, которая трудилась фельдшером в «Красном чуме». И она вот с детства нам прививала, рассказывала всякие случаи. Сказала, что кто-то должен быть врачом. И я вот вызвалась, и я буду врачом. Но и с тех пор не изменяла своей мечте. И вот по сей день нисколечко не жалею. Следуя за детской мечтой, Елена Кобылина успешно окончила лечебный факультет Архангельского медицинского института. По распределению молодого терапевта направили главным врачом в Хариверскую участковую больницу. Пять лет в отдаленном поселке стали для Елены этаким курсом молодого бойца. Роды, экстренная помощь больным с инсультами и инфарктами, и пациенты с другими заболеваниями. Потом переехала на Ренмар. Ставки поликлиники терапевта не было. В отделение, в окружную больницу тоже там было все занято. Предложили мне разведывание в отделение, переливание крови. Месяц поработала там, но захотелось поработать. Именно поработать, потому что я же привыкла работать. Вызываю от разных, от родов, травмы, потерял сознание. В общем, со всей области медицины. Хирургия, педиатрия и терапия, гинекология и акушерство, стоматология. Врачи и фельдшеры, неотложки – универсальные солдаты. И именно они первыми приходят на помощь тем, кому плохо. Сегодня в службе 03 трудятся 50 человек. Это врачи, фельдшеры, диспетчеры по приему вызовов, водители и технический персонал. Ну, во-первых, коллектив у нас молодой относительно. Средний возраст в пределах 40 лет. Во-вторых, люди, которые работают у нас, в общем-то, с довольно большим стажем работы. И именно стажем работы по этой специальности. В-третьих, периодически люди проходят цикл обучения на базе института совершенствования. Раз в пять лет, сертификационные циклы. Врачи, медсестры, фельдшера. Поздравить с профессиональным праздником – одно из самых важных медицинских служб. Пришел и временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный. Сегодня ваш профессиональный праздник, и так уж случилось, что именно вы оказываетесь сегодня на переднем фронте борьбы с коронавирусом. Порой мы даже не знаем еще, болен человек, не болен. Но мы сейчас всех, кто болен пневмонией, болен ОРВИ, мы рассматриваем как потенциальных больных вирусом. Поэтому зачастую, когда вы едете на вызов, вы даже еще не понимаете, болен человек, не болен. Поэтому, оказавшись на переднем фронте, безусловно, мы очень переживаем за вас. Юрий Бездудный передал медикам дополнительные средства индивидуальной защиты, а после торжественной части осмотрел помещение скорой помощи. Сегодня служба 03 полностью оснащена медицинским оборудованием, лекарствами и медикаментами, а также средствами индивидуальной защиты и противочумными костюмами. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Безопасно и полезно. Продукцию местных производителей проверили на соответствие с санитарным требованиям. Об этом в ходе брифинга с представителями окружных СМИ рассказал заместитель руководителя Департамента природных ресурсов и агропромышленного комплекса Ненецкого округа Михаил Ферин. Подробности расскажет Ольга Руссул. Проверка местных производителей продукции на готовность к работе в жестких условиях эпидемической обстановки проводилась профильным департаментом по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного. Так, под пристальным контролем остаются два предприятия – Акционерное общество мясопродукты и Ненецкая агропромышленная компания. И чтобы население было спокойно, хочу сказать, что все люди, которые работают с продуктами, которые мы продаем и выпускаем в магазинах, это проходит, как правильно сказать, медицинское свидетельство. Там все это сделано, они все, каждое утро меряют температуру, они все работают так, как надо. Кроме соблюдения всех необходимых мер безопасности, в резерве Акционерного общества мясопродукты на сегодняшний день имеется 214 тысяч банок различных консервов. Это тушенка, тефтели, различные каши с мясом. Что касается агропромышленной компании, то предприятия также полностью обеспечены сырьем для производства молочной продукции. То есть, если вдруг какая-то там беда случится, то мы с голоду не умрем. То есть, что у нас есть, то мы то и покушаем. Михаил Ферин отметил, что предприятия при реализации продукции не испытывают снижение спроса на производимый товар. Сырье мы заготовили благодаря нашим оленеводам на год. Там более 100 тысяч тонн. То есть, все холодильники находятся. Да, более тысячи тонн. Да, более тысячи тонн. То есть, все сырье есть на местопродуктах. То есть, мы его будем перерабатывать. Кроме того, она отметила, что все дотации и субсидии оплачиваются местным производителям в прежнем объеме. Так, в 2020 году на поддержку животноводов будет направлено более 250 миллионов рублей. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». До юбилея Великой Победы 9 мая осталось несколько дней. В преддверии большого праздника телеканал «Север» рассказывает о героях-земляках. Талантливый руководитель, отважный моряк, ординоносец и любимец детворе. Таким запомнили Михаила Рокина, жители Харивера. Он родился 21 декабря 1921 года, в самый короткий день в году, в приразломных просторах Большеземельской тундры. Его отец – богатый оленевод, колвинский ненец. Кроме большого стада рыжепегих имел семью в дюжину детей. Поэтому, когда появилась возможность отправить 10-летнего Михаила в Хасидахарскую школу, не раздумывая сказал «пусть едет». По окончании семилетки за хорошую учебу в 1938 году он был отправлен в Ленинградский педагогический техникум при Институте народов Севера. О сложной и интересной судьбе бравого моряка расскажет Любовь Пермякова. В сентябре 1940-го Михаила Рокина призвали в рабочий крестьянский Красный флот. В июне 1941-го грянула война. И вместо торпедного катера Рокин оказался на фронте с винтовкой Мосина. В сентябре 1941-го в составе 5-й бригады морской пехоты Михаил сражался на Оренбаумском плацдарме. В конце года получил легкое ранение. После излечения в госпитале его направили на курсы подготовки офицеров. В августе 1942-го года он получил назначение на должность помощника бронированного морского охотника БМО-505. Строительство этих небольших 61-тонных кораблей наладили в блокадном Ленинграде на Адмиралтейском заводе. За упрощенные прямолинейные обводы корпуса, сваренного из бронированных листов для легких танков, угловатые кораблики прозвали утюжками. Два лент-лизовских Паккарда общей мощностью 2400 лошадей обеспечивали бронированному морскому охотнику вполне приличную скорость в 22 узла, около 40 км в час. Младший лейтенант Рокин отвоевал на БМО-505 две морские компании. Они бесстрашно выходили в штормовую Балтику. Днем подвига для Михаила Ефремовича и его товарищей стала дата 14 февраля 1944 года. Один раз ситуация была такая, они высаживали десант, как раз на уступление войск Ленинградского фонда, это был февраль 1944 года, на своем бронекатере они высадили десант, стали отходить, увидели второй бронекатер, который был подбит, сняли с него десантик, пошли снова высадили их. И вот тут попали под огонь из артиллерии, снаряд попал в рубку, командир бронекатера был убит, а вот Рокин остался жив, тяжело раненый, но однако он принял командование своим маленьким кораблем, вывел его из-под огня и спас своих моряков. За проявленное мужество Михаил Ефремович получил орден Красной Звезды. В 1947 году герой вернулся на родину. Мы видели, что за ним ходили грубые мальчишки, он был красивый, он был в морской форме, черный китель с орденами, кортик, золотые погоны, фуражка с крабом. Ходили за ним толпой дети, потому что удивительное зрелище было, вернулся, повторяю, что у нас все служили вроде как в армии, в пехоте, где-то в стрелковых войсках, а вот тут появился моряк, первый тендровый моряк. Несколько лет Рокин трудился на партийной хозяйственной работе, но бумажная волокита была не его стихия. В феврале 1955 года его избрали председателем колхоза Путилича. За годы его руководство колхоз стал миллионером. В поселке Харивер появилась баня, школа, детский сад, амбулатория. Бывший балтийский моряк умер на переломе эпох в июне 1990 года. В Харивере его именем названа улица. Любовь Пермякова, Ленин Шишелов, Телеканал Север. Сегодня стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». В этом году из-за обстановки в связи с пандемией коронавируса формат акции перешел в онлайн-режим. Однако получить ленту жители города все-таки смогут. Подробнее расскажет Екатерина Дементьева. В этом году традиционная акция движения волонтёров Победы пройдёт в двух форматах. Первый – онлайн. Россиянам предлагается найти у себя дома георгиевскую ленту и прикрепить её на грудь, сделать селфи, разместить фото в социальных сетях с хэштегами «Лучше дома» и «Георгиевская ленточка». При этом не стоит забывать о том, как правильно носить главный символ Победы. «Краешки кладут друг на друга и вот таким способом прикрепляют сюда на грудь. Обязательно на грудь, никуда в другие места, на кепки, на волосы вместо ленточки, на шнурки, рюкзаки, джинсы. Крепить её нельзя. Она крепится только на грудь». Формат офлайн подразумевает раздачу георгиевских лент в отделениях Почты России, в магазинах сетей «Хорошие белые ночи» и «Мясопродукты» с 4 мая. Кроме того, там же можно взять готовую открытку для ветеранов. Эти открытки также будут распространяться вместе с георгиевскими ленточками на этих точках. И на этой открытке они, соответственно, могут написать какие-то поздравительные слова, смогут просто поблагодарить ветеранов, поздравить с праздником. И мы бы очень хотели, чтобы они принесли данные открытки к нам сюда, в молодёжный центр. Для этого у нас здесь будет при входе установлен ящик. Сейчас волонтёры и организаторы акции занимаются подготовкой более 5000 лент к раздаче. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачёв, Телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.